Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим ванильный кекс на сгущенке. Для приготовления нам потребуется 2 яйца, 260 грамм сгущенного молока, 100 грамм сливочного масла, 210 грамм муки, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм и 1 грамм ванилина. Готовится кекс очень просто. Смешиваем крупные яйца, мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Все это перемешиваем миксером. В получившуюся смесь добавляем муку, разрыхлитель и немного ванилина, буквально на кончике ножа. Аккуратно все перемешиваем уже лопаточкой, не миксером, чтобы не было комков. Тесто готово. Вот такое по консистенции кексовое оно должно получиться. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме выпечка, мультиповар 130 градусов или свой режим, ручной режим, 1 час. Время истекло. Кекс готов. Через 5 минут будем доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. Если готовить такой кекс только на сгущенке, то ему будет необходима пропитка или крем. С маслом же кекс получается очень сочный и вкусный. Давайте разрежем. Посмотрим, как он выглядит в разрезе. Вот такой пышный и очень ароматный кекс получается. Второй рецепт. Мы приготовим брауни с начинкой из творожного сыра. Для приготовления нам потребуется 3 яйца, 100 грамм темного шоколада, 100 грамм сливочного масла, 80 грамм муки, 75 грамм сахарного песка и 200 грамм творожного сыра. 2 яйца и 50 грамм сахара необходимо взбить миксером. Масло из шоколада необходимо растопить и получившуюся смесь добавить в яичную массу. Я растапливала на плите. Теперь в эту смесь осталось добавить муку и аккуратно все размешиваем уже лопаточкой, не миксером, в одном направлении, чтобы не было комков. Итак, тесто готово. Вот такое по консистенции оно получается. К творожному сыру добавляем оставшийся сахар и яйцо. И все хорошо перемешиваем. Миксером перемешивать удобнее. Вот такой творожный крем должен получиться. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем половину теста, даже чуть больше, примерно 2 третьих, и разравниваем. На тесто выкладываем начинку. И теперь начинку аккуратно закрываем оставшимся тестом. А теперь самое интересное. У этого брауни можно сделать интересный рисунок, поводив шпажкой в разных направлениях. Как бы перемешивая тесто с начинкой. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме выпечка или ручном режиме мультиповар при температуре 130 градусов 1 час. Прошел час. Вот что получилось. Отключаем подогрев, если он у вас включен. И через 5 минут будем доставать брауни достаточно влажная выпечка. И доставать ее лучше, как пиццу, наклонив чашу мультиварки на бок. То есть, смотрите, перед тем, как достать выпечку, лопаточкой отделяем края. Вот таким образом. После чего достаем чашу мультиварки и наклоняем на бок. Вот такой брауни в итоге получился. Подают его обычно с холодным шариком мороженого. Ведь горячий вкус шоколадного чуда отлично сочетается с холодным вкусом мороженого. Вот так брауни выглядит в разрезе. Очень вкусный и аппетитный. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!